В средние века вместо привычного нам клея использовали различные натуральные вещества. Так создавался животный клей и казеиновый клей. Животный клей изготавливался из коллагена, который добывался из кожи, костей и хрящей животных. Эти материалы варили в воде для извлечения непосредственно коллагена. Затем полученный раствор охлаждали и высушивали, чтобы получить твердый клей. Его обычно использовали в живописи и реставрации произведений искусства. А иконописцы могли использовать его для приготовления грунта под живопись. Скрипки и другие струнные инструменты тоже часто склеивались животным клеем, так как это позволяло легко разбирать и ремонтировать их. Животный клей, а точнее жир, иногда использовали и для лечения ран, так как он обладал антисептическими свойствами и способствовал заживлению. К медицине мы вернемся чуть позже. Казеиновый клей изготавливался из казеина, белка, который содержится в молоке. Казеин смешивали с водой и щелочью, чтобы получить клейкую массу. Казеиновый клей был более прочный и устойчивый к воде. Это делало его идеальным для использования в строительстве и столярных работах. Некоторые исторические сооружения, склеенные казеиновым клеем, сохранились до наших дней. Говорят, что казеиновый клей применялся в некоторых строительных элементах собора Святого Петра в Ватикане, а еще в соборе Нотр-Дам-де-Пари и Шартском соборе. Его тоже использовали для декоративных элементов и деревянных конструкций. Вы на канале Смапс Удикейшн, самом международном канале об образовании. И сегодня мы говорим об истории привычных нам вещей, о которых мы все прекрасно знаем. Но происхождение их по-настоящему может вас удивить. Краски. Сложно представить, но яичный желток использовали в живописи и иконописи для приготовления темперы. А если точнее, то смешивали желток и пигменты, которые служили краской. Эта техника была популярна до появления масляных красок и придавала картинам яркость и долговечность. Многие известные произведения искусства, иконы и фрески созданы с использованием темперы. Мадонна с младенцем и ангелами, Тайная вечеря, Битва при Сан-Роман. Но минус у такой яичной техники тоже был. Поскольку такая краска очень быстро высыхала, художникам приходилось также быстро наносить цвета на холст. Зато цвета яркие и устойчивые и сохранились такими спустя много лет. Для работы темперы художники часто использовали доски, покрытые слоем грунтовки, которая обеспечивала гладкую и прочную поверхность для нанесения краски. А в иконописи использование яичного желтка имело еще и символическое значение. Яйцо считалось символом жизни и возрождения. Средневековые художники использовали и минералы в качестве красок. Например, краски ярко-синего цвета получали из лазурита, драгоценного камня, добываемого в Афганистане. Этот ультрамарин был дороже золота, что делало его символом богатства и значимости. Художники использовали ультрамарин экономно, часто по заказу богатых покровителей. Для создания ярко-красных оттенков использовали киноварь, минерал, который также называют ртутной обманкой. Это минерал, содержащий ртуть и серу. Конечно, материал был токсичным, поэтому в какой-то степени профессия средневекового художника была опасной. Цвет индиго. Изготавливался из растений рода индигофера и использовался для создания синих и фиолетовых оттенков. Индиго был популярен в текстильной промышленности для окрашивания тканей и одежды, и его производство было важным экономическим фактором в различных регионах. Фиолетовый пигмент получали из слизи моллюсков. Производство пурпура было трудоемким и дорогим процессом, поэтому доступным он был только для высших слоев общества. И сам фиолетовый цвет символизировал власть и богатство. Кстати, вы замечали, что не существует страны, в флаге которой использовался бы фиолетовый цвет. Связано это в том числе с дороговизной фиолетового красителя. Об отсутствии фиолетового цвета на флагах у нас даже есть целый отдельный выпуск. Рекомендую к просмотру. Ссылка будет в описании. Многие средневековые художники и мастера были еще и алхимиками, которым приходилось изучать свойства материалов и их взаимодействия для создания новых пигментов и улучшения старых. Рецепты приготовления красок часто передавались из поколения в поколение в виде секретных знаний, которые тщательно охранялись. Краски хранились в сухом виде и смешивались со связующим веществом непосредственно перед использованием. А это требовало от художников высокой квалификации и знания химии материалов, бумага и письменной принадлежности. В средние века бумагу изготавливали из льняных и хлопковых тряпок, которые измельчали и оставляли для брожения. А затем протирали и формировали листы. Мокрые листы прессовали и сушили, потом покрывали желатином или крахмалом для повышения прочности. Чернила создавали из сажи, смолы и воды, а железогаловые чернила изготавливали из железного купороса и галовых орехов. Это придавало им характерный темный цвет. Писали птичьими перьями, чаще всего гусинами или лебединами, которые обрезали и обжигали, чтобы сделать их тверше. Пергамент, используемый для книг и документов, делали из кожи телят, овец или коз, который очищали, растягивали и шлифовали до получения гладкой поверхности. Монахи в монастырях украшали рукописи, создавая иногда шедевры, которые считались произведениями искусства. Как пример, келтская книга, созданная кельтскими монахами в 800 году н.э. Это четыре Евангелия Нового Завета, написанных на латыни. Сама книга украшена сложными узорами, приплетающимися с изображениями людей, животных, мифологических существ и кельтскими мотивами. Эти иллюстрации выполнены с такой тонкостью и мастерством, что многие исследователи считают келтскую книгу шедевром средневекового искусства. Сейчас эта книга хранится в Trinity College в Дублине. Еще немного о бумаге. Первые бумажные фабрики в Европе появились в XII веке в Испании, благодаря арабам, перенявшим технологию у китайцев. Бумага была дорогим материалом, поэтому писцы писали мелким почерком и иногда использовали страницы повторно. Важные документы и письма часто запечатывались восковыми печатями, а книги были настолько ценными, что их приковывали цепями в библиотеках. Гигиенические средства. Основным материалом для мытья тела была вода с добавлением трав и ароматических веществ, которые считались очищающими и приятными на запах. Для ухода за зубами и полостью рта использовали кору дуба или травы типа мяты или ромашки. Для профилактики зубного налета и освежения дыхания. В некоторых культурах также использовали кору вяза, она обладала еще и антисептическими свойствами. Руки мыли с помощью мыла, которое изготавливалось из животного жира и щелочных солей. А на Руси, например, для мытья рук использовали пепел и соляную кислоту. Таким образом удаляли не только загрязнения, но и бактерии. В качестве дезодорантов и средств против пота использовали различные травы и специи. Лаванда, розмарин и кедровое масло. Иногда использовались амулеты и подвески с ароматическими веществами, чтобы маскировать неприятные запахи. Для ухода за волосами брали отвары трав и растений, ромашки и крапивы, которые укрепляли волосы и придавали им блеск. Кстати, кто-то и в наше время до сих пор использует эти традиционные методы. В средневековых городах уже существовали общественные бани, где люди могли полноценно мыться и проводить необходимые процедуры по уходу за телом. Уже тогда это были места не только для проведения гигиенических процедур, но и для встреч с друзьями. У состоятельных людей в домах могли быть свои собственные бани. Это было особенно распространено среди знати и богатых горожан. Но в сельской местности и на отдаленных участках многие ограничивались простыми методами гигиены. Там в баньке попариться было нельзя. Тогда некоторые мужчины носили длинные бороды, чтобы скрывать недостатки гигиены. В замках же имелись целые бани для приема гостей и даже проведения важных переговоров. В средневековых городах бани часто посещались мужчинами и женщинами одновременно. Церковь осуждала эту практику, но не смогла ее искоренить. В 16 веке по королевским указам бани и парилки начали закрываться по всей Европе, так как в то время бушевали эпидемии чумы, а баня была одним из мест, где можно было легко заразиться. Посмотрите также нашу серию выпусков о жизни в замках. Они доступны на нашем втором канале о путешествиях. Линки на видеоролике будут доступны в описании. Медицинские средства. В средневековье болеть было крайне нежелательно. Большинство лекарственных средств включали в себя различные травы и растения. Например, мята использовалась для снятия болей, а лаванда как успокаивающее средство. Чеснок применялся как антисептик, а хвощ полевой как средство для заживления ран. Сломает человек ногу, например, ему дают мяту от боли и лаванду заодно, чтобы успокоился и не орал от адской боли. Давали еще и амулет, чтобы в следующий раз без переломов обошлось. Да-да, люди специально изготавливали обереги, чтобы не болеть и ничего не ломать. Олово, свинец и другие металлы использовались для лечения различных болезней. Свинцовая паста применялась для лечения кожных заболеваний. Животные продукты также были частью медицинских средств. Мед использовался как противовоспалительное и противомикробное средство. Ну и животный жир и клей, о которых мы уже говорили, для облегчения боли и заживления ран. Интересно, что в средневековье также существовали алхимические и астрологические подходы к медицине. Алхимики пытались найти философский камень, который, как считалось, мог исцелять все болезни и даровать бессмертие. А также разрабатывали сложные рецепты на основе трав и минералов. Астрология, в свою очередь, использовалась для диагностики и лечения заболеваний, предполагая, что положение планеты и звезд влияло на здоровье человека. Врачи составляли гороскопы своих пациентов, чтобы определить наилучшее время для лечения и хирургического вмешательства. Особое внимание уделялось четырем элементам и их балансу в теле, а также влиянию зодиакальных знаков на определенные части организма. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вам интересно узнать, факты, события, люди. Это помогает нам снимать ролики на самые интересные и полезные темы. Заходите к нам и на второй канал, где мы рассказываем о путешествиях. И не забывайте о нашем сайте www.maps.ru, где вы найдете все о зарубежном образовании.